ребята всем привет и я вчера уже до 2 часов ночи быстро показываю гляньте какая красота получается это будет вот так сворачивается видите как красиво обыгрывается здесь я фатин поставила только солнце усилить гляньте какой там сидит тигрун леопер такая двухсторонняя здесь мало слоев здесь основные слои это только то что будет в прослойке потом еще и потом еще буду ставить да использовала клей нормальный клей который я дешевый купила я вам показывала его тоже в прошлых по хвостушках ну вот получается одна основа вторая которая мягонькая потом это основная ткань голубая ну и тут рисунок тут больше ничего не нужно и органза собственно здесь фатин в два слоя бордовый всем привет доброго времени суток сейчас мы будем делать третью последнюю косметичку из серии грезы востока сейчас я направляю на руки делаю стежку и потом мы как как предыдущие вот она вот она моя девочка не видно я и как предыдущие начинаем собирать лакуся она прям понимает что я говорю по телефону и нужно обязательно присутствовать все перевожу на руки начинаем стягать чтоб не затягивать время смотрите это косметичка у меня сейчас остановится камера смотрите это косметичка у меня с голубым или сказать синим даже не знаю как сказать здесь у меня море небо я хочу сделать стежку основную вот по этим всем местам я буду делать синюю ну с одной стороны мне как будто бы даже и будет быстрее ну а там посмотрим поэтому смотрите как здорово я просто делаю главное не забыть о том что у меня здесь тоже и булочки булочек немного но они есть так как это у нас небо-небо-море-море я думаю можно делать где-то ровно где-то не совсем ровную строчку волнистую прерывистую самая главная я думаю она не должна быть совершенно ровной и мы сейчас прихватим прихватим а потом я уже буду переодену темный металлик одену ниточку поставлю вернее простите я иногда так говорю как придется удивляюсь как это нас удивляюсь как это меня мои любимые хейтеры не исправляют честно говоря мне это прям удивительно не очень хочется чтобы вот эта ниточка здесь сейчас минутку вытащил откровенный мусор и среди я не люблю когда выглядывает если это задумано там ниточки какие-то я согласна но когда это откровенный мусор честное слово мне неприятно как будто бы знаете как будто бы на полу когда сделал уборку и вдруг у тебя там мусорник оказался мне это не нравится меня это не устраивает так очень даже ой 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 где-то что-то зацепилась смотрим очень внимательно помню где у нас ниточки да что ж такое-то а я поняла простите у меня же здесь модифицированная лавка модифицированная по случайности и по несчастному случаю поэтому можно будет достать все иголки которые здесь меня приколоты а я даже не думала я специально поставила вот она навсегда так происходит когда думаешь что здесь будет сложнее на каком-то этапе а оказывается наоборот проще я не знала как подступиться думаю сделаем растительные а уж потом сделаем морскую тематику а видите оказалось как гораздо быстрее и проще единственное нужно следить конечно за этой лапкой но мне так нравится она работает так здорово ну вот то что я ее повредила но это не страшно я просто эти петельки внутрь чуть поправляю там все равно еще будет у меня там у меня еще будет внутри естественно подклад поэтому все мои шаги очень хорошо держит тот клей который я ставила так ну все помнят да что нужно обойти по периметру даже если это будет срезаться желательно обойти при выравнивании края это будет только в помощь но kommeя а как то при кто не разумеет очень мне понравилась эта ткань я как увидела этот шелк я его быстренько взяла и поняла что это у меня будут всякие тропики красота ставить на небо как раз такая полная красота осталась еще одна иголочка это не страшно я не выбрасываю кстати в принципе я мусор выбрасываю я ни для какой пиццы для последующей особо мусор не собираю у меня столько много всяких тканей что собирать еще излишний мусор ну правда собираю только очень интересные кусочки даже если они совсем миниатюрные вот интересные собираю органза очень даже в маленьком количестве она так красиво меняет любой оттенок любой оттенок любой ткани поэтому конечно органзу я собираю любого размера кусочки фатиль я собираю любого размера кусочки парчу ну и возможно бархат еще остальное остальное точно нет вот видите у меня произошли петельки вот вот сейчас я их внутрь попротягиваю продолжу стежку заменила на темную такую не то коричневую а не то какой то темный ой что то я сделала прошу прощения прошу прощения очень интересно на ткани на этой голубой с кривыми полосочками которые изображают мне небо и море кое где происходят кружочки такие и получается как будто бы это видите я оттенила посмотрите видите я оттенила органзой красной и получается как будто бы это солнце так что порвалась нитка этого не может быть поставила ниточку где то зацепилась что то не может быть что не может быть что это нитка порвалась это нитка как раз очень хороша в стежке я ее очень довольна просто что приходится покупать упаковку а в упаковке 10 цветов и ну максимум 5 2-3 цвета идут на ура еще 2 я просто придумываю куда израсходовать и потом остальные лежат ну у меня как то так что такое это что такое я поняла это что то в шпульке происходит сейчас я попробую нужно все внимательно делать нужно все делать вовремя и внимательно и иногда иногда несколько раз перепоправить это будет только в пользу и что я ищу я ищу щеточку щеточку я увидела поправила что то там что то там она захотела внимание моя машиночка сделать растительность в этой косметичке все три косметички что я хочу сказать кстати все три косметички отличаются чем отличаются ну все таки пицца где то более действительно пицца ну что ж такое то рвется почему то ниточка ну да ладно наверное слой толстый жесткий иногда такое происходит первая косметичка там меньше там у меня меньше по моему было уже забыла что там а я вспомнила да там там я стыковала кусочки ткани чтобы получился из обычного рисунка более такой восточный как то так это удалось мне во втором во втором слона нужно было красиво состыковать тоже кусочки такие более составные ну как настоящая пицца скажем так а здесь больше аппликация здесь больше аппликация видите голубой он сплошной там из двух кусков составлен кто помнит кто смотрел первые серии помнит как я составляла этот блок и сверху только вырезала я как вы видите эти кустики и лепесточки тут еще у нас леопард или тигр кто это есть специалисты которые узнают этого зверя поближе поточнее я не пойму как лучше это лепка обычно отлично берет стежка не знаю что произошло не хочу спешить не хочу спешить там где-то делать не нужно соединить растительности с двух сторон будет растительность но она слегка отличается по количеству такой совершенно морской получился пейзажик почему-то с леопардом или кто-то там тигр ну вот у меня тигры живут на берегу на берегу понимаете я бы конечно в идеале хотела еще какую-то ракушечку здесь но не нашла я такого рисунка чтобы там была сейчас мы вот так сделаем соединим растительность между собой на дне ну а вдруг кто-то захочет дно посмотреть косметички раз на дно а там тоже все соблюдаем весь саншуй у нас есть верх у нас есть низ есть небо и земля вот мой обед готов просвистел когда я веду более равномерно ниточка идет поскольку я начинаю валоваться ниточка рвется ну будем будем поосторожнее значит самое главное обвести этого этого животного доброкачественно чтобы не испортить если листики и травки можно как-то как-то где-то не очень добросовестно обводить или досконально то животных конечно узнаваем лучше делать добросовестно это я вам точно скажу даже таким ленивым барышням как я таки рвется ниточка у меня поняла я в чем дело не всегда равномерно у нас с катушки сходит ниточка и поэтому и поэтому рвется буду следить буду следить так 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 звереныша я особо трогать не буду все таки не хочу ввиду пальмы закончилась нитка в шпыльном колпачке сейчас слегка слегка ну а кое-где обойду выделю этого кота сам контур его обойду конечно ну котика котика я обшила теперь нужно второе солнышко строчить посмотрите что уже получается сейчас я покажу поближе вот посмотрите что уже получается вот вот что получается осталась верхняя пальма ну чтобы уже не тратить время я поставлю на стоп и дострочу и буду ровнять сам блок ну вот видите стежку я закончила простите слегка шатается опять у меня камера стежку я закончила сейчас я это все под утюг и под роликовый нож все это сравняю и как всегда начинаем заканчивать выровняла я блок сейчас покажу как с изнанки посмотрите как интересно угадывается рисунок ну это конечно закроется все подкладом но я ради интереса захотела показать обрабатывать решила репсовой лентой а вот с замком еще не решила с молнией сейчас буду думать третья косметичка практически закончена сейчас я покажу внутри вся такая сиренево-лиловая осталось только обработать вот эти краешки все готово лишние ниточки все обрезала все получились слегка разные слегка разные разный декор прошу прощения за освещение мне не совсем удобно но хочется быстрее показать уже темнеет видите как симпатично все получается так мне осталось красиво обработать и обрезать вот эти кончики ну и подумаю может быть какую-то петельку опять же сделаю для удобства может не буду делать закончу естественно покажу как она выглядит в окончательном варианте поздно ночью закончила третью косметичку вот она у меня какая получилась и замки на всех трех по-разному пришивались вот как бы не задумывал не знаю во всяком случае у меня так происходит как бы я не задумывала у меня произойдет как произойдет поэтому я смирилась и принимаю как есть рада этому репсовая лента не очень хорошо легла на кончике замочка я решила раз тематика морская можно из пуговиц из перламутра поставить наконечники и у меня их было пуговиц девять штук ну решила уже их оставить всех вместе и такой декор у меня получился вот такие мои три косметички все получились разные решились вместе задумывались вместе а получились совершенно разные что меня очень радует будет выбор для моих любимых покупателей если я тут кто-то захочет забрать я конечно ее уступлю но она подходит мне очень под мои батистовые ботиночки на это подходит ну в общем в общем вот всем пока всех целую обнимаю люблю подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы может быть я что-то упускаю когда видео делаю поэтому спрашивайте я отвечу всех люблю всех целую делитесь в соцсетях смотрите рекламу пожалуйста это помогает моему развитию дальнейшему все всем пока пока я